Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Но ее власть часто ограничивали. В 1192 году император утвердил главу дома Минамото в чине Сёгуна, верховного главнокомандующего. На много лет в Японии установился Сёгунат. Императоры играли формальную роль. И лишь Сёгун Токугава Юсинобу отрекся от власти и вернул ее императору Мэйдзи. Однако к 20-м годам 20-го века страной снова фактически управляли военные. Император не смог помешать их агрессивным планам. Неизвестно, насколько сам он был против. Принц Ясухико командовал войсками во время Нанкинской резни, одного из главных военных преступлений Японии. После Второй мировой власть императоров Японии сохранили. На этом настоял генерал МакАртур. Япония. Вот с этого начнем. Не я это начал, так вот. Япония. А у Японии на самом деле очень древняя и не похожая ни на что история острова, который всю жизнь был какой-то не такой. Еда у них не такая, взгляды на жизнь, взгляды на свое место в этом мире у них тоже непонятны для простого европейского человека. И когда Японию, можно сказать, открыли, когда все эти романтики начали приплывать на этот остров, которые уже жалели о том, что они родились так поздно, не во времена рыцарей, турниров, вот этого вассальной присяги. Тут они увидели Японию, где все это живо, их сказка ожила. Прямо в масле, как говорится. Да, да, именно. Вот, буквально вытащенное там из подвала еще работащее. Для них это было шоком. Япония умеет шокировать. И поговорить о том, как же так сложилось, мы вот позвали этого прекрасного эксперта. Привет. Добрый день. Всех рады приветствовать. Добрый день. Я вообще буду мало говорить, у него столько эмоций сейчас про Японию, что мне вообще можно будет отдыхать на этом выпуске. А мне на самом деле всех интересно послушать. Расскажите, какие стереотипы о Японии вот у вас, даже скорее у вас, есть, которые вот... Что первое с Японией ассоциируется? Что это за страна? Она большая или маленькая? А какие люди там живут? Кто там вообще есть? Чем они занимаются? Япония – это то, что я видел с Сахалина чуть-чуть, и там ничего не было видно. Наверное, надо вот как-то так сказать. Я очень жалею, что я никогда в Японии не был, но если мне лично сказать Япония, то тут вот весь этот вот набор культурных штампов выскакивает. У меня, наверное, первые там мультики «Миядзаки». Ну, то есть, в любом случае, мы не отходим от темы анимации далеко. Ну, куда мы от нее отойдем-то в этой ситуации? Да, наверное, никуда не отойдем. Японцы в этом плане, конечно... У меня есть ощущение, что вот эта вот эстетика каваи... Ну, я думаю, что понятно, о чем я говорю. Вот эти вот большие глаза. Да, вот... И немного, мне кажется, прическа какая вот у меня сейчас. Это стратегическое решение японцев по поводу того, чтобы продвигать свой максимально милый образ в мире. Есть же такое впечатление, что японцы, они, ну, как бы в большинстве о своем няшке, что японцы – это очень няшные такие существа. Но это те, кто не очень знакомы с историей милицаристской Японии, по-моему. Вот именно. Поэтому люди, которые так думают, это в основном люди, которые строят свое суждение, свое мнение на, опять же, японской анимации, японских видеоиграх и так далее. И забывают, например, о существовании там отряда 731 и так далее. О, хорошая, да, тоже история достаточно. Это плохая история. Это плохая история. Это плохая история, да, да, да. Плохая история. Нет, реферальная, скажем так. Да. Кимпэйтай. Очень много можно привести действительно иллюстраций, но при этом при всем продвижении Японии, как вот некоторой такой клевой Японии, молодежной Японии, либо кавайной Японии, это мало кто об этом знает, и, наверное, мало кто задумался. По-моему, если мне не изменяет память, в 2009 году это была определенная государственная программа, которая говорила о том, что мы давайте будем делать японский имидж за пределами Японии, и в самой Японии, и за ее пределами, частью вот этой вот стратегии Cool Japan. А в это время наши авианосцы опять двинулись к Перл-Харбору, и незаметно где-нибудь у Мидуэя. Мне кажется, что до этого еще далеко, потому что, опять же, очень здорово, наверное, фантазировать, ну или, в принципе, очень увлекательно фантазировать о том, как японцы возьмут реванш за все то, что с ними случилось в середине 20 века. Но очень сложно, наверное, принимать такие реальные политические решения, когда военные базы другого государства все еще находятся на твоей территории. Поэтому ты никогда не можешь быть суверенным государством. По просьбе наших континентальных друзей я скажу, вы мне, гады, еще за нанкинскую резню ответите. Да? Вот. Ну, нет. Про Японию мы, наверное, знаем, ну, я не знаю, я, наверное, знаю чуть больше, чем все, но в целом знают мало, конечно же. И про историю Японии – это один большой стереотип. Минзи, переходящий в самураев, а потом как-то и Мураками начался. Да, вот где-то, и где-то на этом моменте Миядзаки, которого слушают, ой, слушают, вот Хаяо Мураками и Харуки Миядзаки – два самых главных японских человека. Миядзаки просто очень люблю. Мне нравится очень эта эстетика большого неба. Она у меня ассоциируется с детством и мало ассоциируется с Японией. Кстати, говоря, хороший вопрос. Он же во многом наследует европейской традиции анимации, с одной стороны. С другой стороны, экранизирует он тексты тоже не японские далеко всегда. Начнем, наверное, все-таки говорить именно об истории Японии. Вот странный, наверное, вопрос задам, а что сами японцы знают о своей истории? Как они вот за счет эту школьную программу, если ты вдруг сможешь ответить на данный вопрос, как они воспринимают свое место Японии в этом мире? Считают ли они, что, мол, типа, вот есть Япония, а есть остальное весь мир, и они все странные какие-то, а не мы? Я, к сожалению, едва ли смогу прокомментировать, с какого момента начинается учебник истории в японских школах. Но то, что Япония, безусловно, считает себя страной восходящего солнца и, соответственно, всего хорошего, что происходит в этом мире, поскольку они находятся восточнее всего, и это солнце, оно, не смущая себя ничьими еще взглядами, встает прямо над японским архипелагом, что отчасти дает японцам считать себя немного пупом земли, это, безусловно, такое есть. Особенно это любопытно ложится на... Наверняка есть такое слово, что-то вроде географии или топонимики, только которое говорит о том, как люди воспринимают стороны света. Я, к сожалению, его не знаю. Сакральная география, на самом деле, есть такое понятие. Вот, например, если мы будем говорить об англосаксах, вот вера в Авалон, как царство блаженных именно на западе, потому что британские острова, а дальше неизвестно что. Или, например, вера в то, что бог войны придет с севера у монголов. Или, например, в России вера в то, что Беловодье на востоке, потому что та же самая история, что в Англии, но только наоборот. Где фронтир, где неизвестно кто, там, наверное, есть счастье. Вот у японцев есть та же самая сакральная география, которая говорит о том, что восток – это порождение, ну, огрубляя всего хорошего. Запад – это то, что ассоциируется с упадком. И, соответственно, ось северо-южная, она не так ярко подчеркнутая. А вот то, что запад – это упадок, особенно учитывая, что на западе от Японии находятся приблизительно все, начиная с Китая, самого ближнего соседа, и заканчивая всеми остальными, кто находится на западе. Это довольно любопытный тейк, особенно в свете того, сколько Япония в свое время, в определенные исторические периоды, запада забрала. И мне как раз кажется, что очень сложно бывает со стороны нащупать вот это вот аутентичное нечто, какую-то сердцевину в Японии, еще и за счет того, что и сами японцы очень много заимствовали, воспринимали извне, в том числе и у Китая. Ну, это, в принципе, исторический закон. Вот хорошо, можно сразу набросить? Ага. Япония взяла у Китая чуть меньше, чем все. Япония – часть китайского мира, которая вторично относить на него, подсмотрели, что у тех есть император, придумали своего и понеслось. Ну, такое утверждение, наверное, существует, по крайней мере, я с ним сталкивался. Насколько это так? Не то, чтобы это утверждение появилось на пустом месте, и логично, что есть такой стереотип. Но мне внутренне с ним сложно согласиться, потому что, да и даже Хантингтон же писал «Clash of Civilizations», я ничего не путаю. Даже он, по-моему, выделял китайскую и, скажем так, все те регионы, которые когда-то были частью Китая или очень сильно получили от Китая влияние, выделял всю вот эту вот зону как бы… Китайский мир, да. Китайский мир это иногда называют. Ну, вот как синологическую некоторую цивилизацию, а японцев он выделял самостоятельную цивилизацию. Безусловно, мы не можем отрицать того, что Китай влиял на Корею и Японию, во-первых, в силу того, что Китай был древней цивилизацией, а древние цивилизации, они в любом случае выступают источником копирования, точно так же, как это произошло с Индией, точно так же, как это произошло с Ираном. А Япония там… Боже, о чем мы говорим? Там государственность начала формироваться только в веке, там типа в седьмом. Китай к тому моменту уже прошел и рассвет, и упадок, и развалится на несколько царств, если мне не изменяет память, успел. Но там династии сменились уже. Он уже был старый. Да, да, там уже все поменялось. Да, Китай и древняя цивилизация, старая цивилизация, она никогда молодую цивилизацию не замечает, в то время как молодая цивилизация очень активно стремится быть замеченной, в том числе и путем копирования лекал. За рождение японской государственности, когда это, примерно, было, ну, примерно, и насколько это была, вот действительно, скажем так, попытка, вот как, знаешь, в школе, наверное, делали, вот кладешь листочек, который копирку перекладывает, насколько это было сильно копирование Китая. И в дальнейшем, когда началась выделяться какая-то, если так можно выразиться, японская государственная фишечка? Ой, ну, про фишечку... Я начну сначала. Давай. Я начну сначала с того момента, пока Япония еще не была японским архипелагом, а была еще часть Евразии. Ну, вернее, Евразия-то не была Евразией, а была огромным суперконтинентом. У нас просто полтора часа, я хотел напомнить, тут может быть... Ну, ладно, от царя Гороха прям совсем... От императора Гороха. Можно мемчик вставить с... Да, минут на 5-10. Ладно, потом вставим... Я постараюсь побыстрее. В общем, Япония, как вообще там появились люди? Когда-то давным-давно это был кусок суперконтинента, который потом начал, там сейсмическая активность идет до сих пор, отваливаться, 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 но долгое время там были мостики между континентом, и по ним можно было пройти, по ним ходили люди. И люди на тот регион, который потом станет японским архипелагом, приходили, откуда вот приходили, оттуда приходили. Со всех городов и весей туда люди шли. Есть действительно очень распространенная и, судя по всему, скорее всего, правдивая история о том, что это были выходцы с Алтая, которые просто шли-шли-шли на восток, но там были... А, куда дальше-то? Стоп. Масты Илона отваливаются там, да? И так это произошло. Ну, приблизительно так. Но там можно... Многие поколения могли там пройти. Там были люди, которые жили в восточном... Ну, как бы в той части мира, которую мы потом будем называть восточным Китаем. Там были и те, кто как бы с юга шел. То есть с Микронезии, с Полинезии. Все эти персонажи там перемешались. И дальше... Потом Япония окончательно отвалилась от суперконтинента и начала уже развиваться как некоторая самостоятельная идентичность. Но вначале, естественно, никакой национальной идентичности там не было. Никакого, я не знаю, главенствующего этноса там были, как у нас с вами там древляне, поляне, кривите-чвячи. То же самое было и в Японии. То есть несколько племен, разделенных горными цепями. В Японии очень много гор, которые вначале просто там жили-нетужили. Потом постепенно начало выделяться некоторое племя доминирующее. Этим племенем стало племя, которое мы с вами знаем под названием Ямато. Я думаю, что это даже все слышали. Крейсер так еще называется. И Ямато проживали в Великой Контовской равнине, где сейчас из известных городов расположены Киото, Осака, Нара. Токио, он немного восточнее и немного севернее. Но как бы Токио свой час славы получит потом. И вот это вот племя, оно вначале победив все окружающие племена и особо долго сражаясь с племенем Идзума, что было запечатлено в книге, которая называется «Кодзики», которые считают историей японской мифологии. Но на самом деле, ну вернее не то чтобы на самом деле, вполне возможна трактовка событий божественных там, как определенных событий политической истории. Поскольку там есть определенные эпизоды, где, ну скажем так, божество, которое ассоциируется с племенем Идзума, долго-долго делит наследство и не может поделить с божеством, которое ассоциируется с племенем Ямато, которое мы все знаем, это Матерасу, богиня Солнца. И что происходило потом? Нужно было, чтобы это просто был не какой-то вождь или князек, который был из племени, которая выделилась на фоне всех остальных. А нужен был определенный, как бы легитимный аппарат. У японцев мало было в этом собственного опыта, им некуда было подсмотреть. И они посмотрели на Пэкче, так тогда называлось, то, что мы сейчас называем Северной Кореей. Я сейчас, конечно, очень сильно угрубляю, но корейский полуостров состоял из трех государств на тот момент. Одно плюс-минус соответствовало современной Северной Корее по границам, и это был Пэкче. И там еще был Сила, еще одно государство, и Когуре, которое дало название нынешней Кореи. А у меня вопрос. Как хорошо они до континента добирались в те старые добрые времена? Были ли проблемы с логистикой через пролив? Ну, то есть, часто ли связи были? Хорошо ли они знали, лодочки нужны там, все дела? Нет, лодочки, безусловно, но уже на момент, сейчас я вам скажу, третьего века нашей эры, когда до государственности в Японии, хоть до какой-то было еще три с половиной века, японцы вполне себе отправляли посольство на плавучих всяких агрегатах в Китай с дарами, с, я не знаю, со всякими документами и так далее. То есть, была определенная торговля, были определенные политические отношения, вплоть до того, что перевозились довольно серьезные грузы. Там, я не знаю, какой-нибудь огромная деревяшка, которую просто так не поднимешь ароматного дерева, которое вот было прислано в качестве подарка там какому-нибудь японскому, ну вот я не знаю, насколько тогда было этично его считать князем. Ну, вернее, не этично, а... Вождь. Логично с точки зрения, да. Руководитель. Терминологии. В третьем веке уже Япония вполне себе отправляла посольство, и это все вошло даже в китайские хроники, что вот якобы к востоку от нас есть такой народ Ва, причем, по-моему, китайцы этот иероглиф переводят как-то очень, знаете, так уничижительно. Такие то ли карлики, то ли долбодятлы, вот что-то среднее. Гномы. И вот этот народ Ва им управляет принцесса, которую зовут Химика, которая морочит им голову дьявольскими фокусами. И вот вообще непонятно было, чем эта Химика занималась, но даже несмотря на то, что ничего про нее неизместно, японцы тогда вообще писать не умели, и они ничего про эту Химику не оставили, но это какой-то вот такой вот полулингендарный персонаж, который остался в памяти. В какой-то момент Японии, поскольку ей все-таки нужно, ну, было легитимность своим руководителям транслировать, они берут и, знаете, особо на самом деле не заморачиваясь, копируют то, что в Японии получило название системы Рецурё. Я боюсь, что я неправильно сейчас назову термин, как это называется по-китайски, потому что я не владею языком, но в Китае на тот момент была какая-то определенная черновничья табель о рангах. Смотрите наш выпуск про Китай, там про Китай все абсолютно подробно объясняется, вот он здесь по ссылочке в QR-коде. Вот, там как раз мы про это много говорим, пересмотрели, подготовились к Японии, поставили лайк, написали комментарий там, тут, подписались на наш канал, продолжаем слушать. И, собственно, японцы в этом плане особо не заморачивались, просто взяли, ну, как бы уже было готовое лекало, которое говорило о том, что как бы на вершине этого должен стоять император. Но вот теперь мы подходим как раз к тому моменту, где начинаются различия. В Китае император – это тот человек, который получает некоторый небесный мандат, то есть он сам по себе править не может. Его должно как бы небо, не с точки зрения атмосферного явления, а с точки зрения некоторого божественного смысла, благословить на вот это вот. В Японии с самого начала было подчеркнуто, что японцы – это династия, плюс кодзики, который я уже упоминал, вот эта вот книга о мифологии, она писалась, можно сказать, на 90% с целью того, чтобы объяснить людям, как именно так получилось, что от бодини солнца Аматерасу произошли предки нынешнего императора. И там прям вся эта родословная упомянута. Есть даже мемчик такой в сети, как я доказываю в Израиле, что я имею право на репатриацию. Там типа написано Адам, Ева, там что-то типа Авраам. Иван Иванович, да. И потом типа Иван Иванович, там типа... Но бедные японцы, они просто не знали о существовании Цезаря, не понимали, к кому возвести его. Это такой европейский снобистский взгляд, явно на это на все. Пришлось от богини солнца. Ну, вы сейчас сравнили одно с другим. Ну да, в Японию я теперь не въездной, я так понимаю. Но мы никому не скажем. Мы никому не скажем, скажем, что вы Бака Гайджин, и тогда, возможно, вас пустят. У меня есть знакомый, который не имеет права въезжать в Британию за оскорбление королевы. Серьезно, что он сказал? Он пикетировал в защиту Пиночета британское посольство с лозунгом «Винзоры предатели, предали Романовых, предайте Августа». Вышел чиновник и сказал, знаете, вы оскорбляете королеву, и мы вам должны... Он сказал, запишите мои данные, ему потом прислали бумагу, что он персонал Анграта. По-нормальному за такое должны ирландское гражданство. Да. Так, ладно. Вот здесь мы как раз подходим к этому моменту различия. Япония – это императорская власть, которая сохраняется в династии. Причем японцы считают абсолютно искренне, что династия никогда не прорывалась, и нынешний императорский дом все еще является прямыми потомками богини Солнца. Хотя, если мы применим к японской династии те правила, которые европейцы применяют к своим династиям, мы увидим, что она прорывалась много раз как бы с европейской точки зрения. Но для японцев она не прорывалась никогда, потому что правила наследования были японские, поэтому династия, вот как богиня Аматерасу, там потом были всякие разные боги, в том числе и богиня, которая заведует горой Фудзи, священно-японской горой, и дед знаменитого первого императора Дзиму. Вот они там, все вот это родословное пришло, и, наконец-то, мы имеем с вами дело с нынешним императором. И это, наверное, первая какая-то такая... Ну, то есть японцы, все-таки, они не бездумно копируют. Они заимствуют то, что им кажется полезным, потому что зачем изобретать велосипед, но при этом они адаптируют это под свои условия, но тоже как бы адаптация под свои условия, тут надо понимать, что такое свои условия. И тут, возвращаясь к твоему второму вопросу, как японцы выработали в себе вот эту вот аутентичность, начали себя самоосознавать и вообще понимать, что такое там типа японцы. Проблема в том, что японцы себя, ну, именно японцами, осознали на секундочку уже после реставрации Мэнди. А это, получается, конец 19 века. То есть до этого у них просто такого вопроса не стояло. Опять же, это связано с тем, что японцы хоть и там путешествовали, плавали, был период, когда было очень много миссионеров на территории, японского архипелага. Но, тем не менее, они, ну, как бы, ну, просто не стояло у них вопроса о национальном самосознании. А когда он наконец-то встал, это во многом долгое время было, ну, как сказать, определенным таким тоже госзаказом на национальное самосознание. Хорошо или плохо, непонятно. Но если вот с одной стороны кажется, что японцы как бы все взяли у Китая и просто переделали под свои лекалы, мы просто знаем о том, что японцы взяли у Китая, переделали и оставили при этом, не отбраковав. Потому что если я сейчас начну рассказывать про то, что японцы отбраковали, например, календари китайские, то мы здесь тоже через 4 часа разойдемся. Японцы очень любили терять у китайцев календарей. И последние, когда они у них взяли календарь. Это мы сейчас с вами живем по-грегорианскому, но поэтому кажется, что вообще никаких проблем нет. Раз в 4 года високосный год, вот у нас там есть определенная длительность суток, длительность месяца. Это было не всегда. Было огромное количество календарных систем. Какие-то из них работали хорошо, какие-то плохо. Это все требовало определенных расчетов, определенных астрономических наблюдений. И японцы вначале подумали, что... Почему нам просто не взять у китайцев, как мы это уже сделали с тем-то, 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 я не знаю, император, система управления, буддизм и так далее. Но это не сработало, потому что многие китайские системы календарей, они были адаптированы под китайскую сезонность, под другие широты, долготы и так далее. И все это привело, в конце концов, к тому, что последний календарь, который японцы взяли у китайцев, это был календарь, который назывался по-японски Сэммё. В общем, календарь Сэммё, он оказался... Он учитывал, знаете что? Тогда это было просто ноу-хау. Наклон орбиты... Вернее, не орбиты, а как вот эта вот плоскость, короче, круглая, в которой вращается Земля. У этого наверняка есть название. Я просто... Это и есть наклон орбиты, да. А там не какой-то эллипсоидная... Нет, это форма. Это форма орбиты. Здесь есть технари, естественники? Нет? В общем, да. Угол наклона орбиты Земли, он учитывал... Банда гуманитариев решила за астрономию перетереть. Так. В общем, он учитывал угол наклона орбиты Луны относительно Земли, а никогда до этого такого не было. И вот кто-то такое умудрился наблюдать. И они такие, вау, сейчас мы рассчитаем календарь с точностью до 15 минут. Они рассчитали календарь с точностью до 15 минут. После этого японские элиты рассорились с китайскими элитами и больше не брала у них календарей. И китайцы уже там, по-моему, через несколько лет отказались от этого ужасного календаря, потому что случилось, что он не учитывает огромное количество других вещей и просто вообще поломанное абсолютно. Они так пару лет пожили и такие... Нет, стоп, подождите, давайте мы пересчитаем. Так невозможно жить. А японцы продолжали по этому календарю жить что-то типа несколько десятков лет. И в результате это всё привело к тому, что никто не мог понять, какой сейчас день. Княжество... Для этого даже не обязательно, на самом деле, по календарю какому-то непонятному жить. Для этого просто достаточно работы на удалёнке. Нет, это какая-то злая помесь. Знаете, это задача трёх тел, и с семи подземных королей начинается. Если вдуматься так. И те циркуляры, которые высылало, ну, скажем так, центральное правительство в провинции, в княжество, тогда уже были проблемы, как бы началась вот эта вот эпоха раздробленности, когда все решали многие вещи автономно, без оглядки на центральное правительство. И эти циркуляры тоже никто не мог понять, потому что календарь надо было постоянно пересчитывать, и там все ещё очень сильно расстроились, что все собирались наблюдать какое-то затмение и готовились к этому чуть ли не несколько месяцев, а оно взяло и не произошло, потому что календарь был неправильно рассчитан. Вот-вот-вот, задача трёх тел, да. И в результате всё это привело к тому, что в какой-то момент у крупных кланов и у крупных князей у них уже были свои обсерватории, они жили по своим календарям, у них были свои команды, которые это всё рассчитывали, и буквально соседние княжества могли жить в совершенно разном летоисчислении. Но, как вы понимаете, это как бы не история успеха, это история неуспеха, поэтому о ней мы не говорим, а мы говорим о том, что японцы заимствовали, ну, как бы со знаком плюс, письменность, я не знаю, духовную какую-то составляющую, но при этом, как бы, заимствовав, адаптировали, потому что японская письменность и китайская письменность – это совершенно две разные разницы. Мы пришли к моменту зарождения японской государственности о тех вещах, которые они берут от Китая и не отбраковали при этом. Вот, конечно же, долго они упирали, что, мол, да не фигню мы приобрели, вот сейчас пару десятков лет нам нужно для того, чтобы понять, что что-то оно не работает как-то. Бывает такая ситуация, я на «Азоне» что-нибудь закажу, тоже говорю, да, да, работает оно. Пресс был вообще, на самом деле. Да. Можно как-то периодизировать историю Японии? Да, да, я тоже сейчас поняла, что я какой-то сделала очень большой скачок, который, я думаю, нашим слушателям позволит вообще понять, что происходило в Японии. Первый грубый мазок – это начало государственности и расцвет японской аристократии, золотой век японской аристократии. Это эпоха Хэян с 8 по 12 век. Ну, как бы, все уже в нашей эре происходит. После этого следующий грубый мазок – там просто в Японии есть такое более как бы мелкое деление. Я сейчас хочу все-таки какие-то более… Не-не-не, вот грубо достаточно. Грубо достаточно. Собственно, после этого у нас начинается феодальная раздробленность, которая объединяет огромное количество периодов, там, из Тикама, Акуре, Адзучама, Майама. Общее название этого я предлагаю, давайте вот мы для такого, хоть это не совсем точно терминологически, но будем называть это время эпоха воюющих царств. Есть совершенно конкретный период исторический, который называется Сен-Гоку. Сен-Гоку-зи-Тай, да. Да, эпоха воюющих царств. Но это уже как бы некоторый такой… Это точка экстреммы. Это кульминация, когда уже все воевали со всеми. Но, естественно, в эту точку экстреммы мы перешли не сразу. Это был долгий исторический период, пока власть императора и, в принципе, центрального аппарата не дискредитировалась окончательно. И вместо этого не пришла власть, ну, по факту, военной ставки и военного класса, который очень сильно поднялся на всех происходящих событиях. Самурай. Самурай. Да. После этого начинается… Любая феодальная раздробленность, она заканчивается объединением. И вот эта вот эпоха, которая привела к объединению, там тоже было несколько маленьких, типа, под эпох, которые я не упомянула. Эпоха военной анархии, это какие века? Я просто буду следить, чтобы мы сейчас набросали прям. Ну, давайте скажем, что с 12-го по 15-й, ой, нет, не по 15-й, даже, наверное, по Польшу. До конца 16-го? По 16-й. До начала 16-го века, потом, соответственно, опять перероворов, Сегунат-Токугава, и после этого установка… Да, вот до начала Сегуната-Токугава, до 16-го века у нас феодальная раздробленность, все воюют против всех, хотя понятие Сегун, оно уже на том моменте как бы было. А после этого страна снова была объединена под началом Сегуната-Токугава. Собственно, он правил страной вот эти вот долгий период эдо, который заканчивается как раз в конце 19-го века. 1869 год. Yes. Да, точно. Открытие Японии. Реставрация Мэйдзи. Интересно, потому что прямо отменили крепостное право в 61-м у нас году, но не в 69-м. Это переломное время вообще для многих цивилизаций. Давайте про сего время Карла Ясперса поговорим. Не надо. Давайте лучше про самураев. Давайте поэтому, да, про самураев лучше. Как зародилась военная аристократия? Как она вообще появилась? В общем, рассказываю. Когда центральная власть правила уже довольно большими областями, все равно была некоторая проблема, которая заключалась в том, что как мне, будучи даймё, даймё – это кто-то вроде феодала, то есть человек, у которого есть земли и люди, которые были дарованы ему за государственную или военную службу, как мне сделать так, чтобы меня, не знаю, не грабили разбойники, не кошмарил сосед и так далее и тому подобное. Появляется, постепенно начинает зарождаться когорта наёмников, когорта телохранителей, наёмников, охранников и так далее. Называйте их как хотите. ЧВК. Ну, в общем, да. По факту... Потом они начинают объединяться в ЧВК. То есть вначале у нас были... Ну, не то чтобы фрилансеры, я даже не знаю... Фриланские стрелки. Ганфайтеры. Как американские ганфайтеры. Я больше ничего не умею, кроме выбивать эти дуры из других людей. А дальше они начали объединяться в фриланских компаний. Вот они начали объединяться в ЧВК. У этих ЧВК начали появляться, ну, как бы, некоторые руководители. Самая-самая крупная ЧВК стал Сегунатом. И самый-самый крупный руководитель стал Сёгуном. Долгое время Сёгун был сам по себе. Он, как бы, по факту... Ну, вот, военные элиты. И вот он там, типа, с ними тусуется. А император и, в принципе, центральный аппарат что-то там продолжал, короче, пыжиться. Но всё, естественным образом, привело к тому, что в какой-то момент Сегунат стал определять не только какие-то военные истории, а ещё и... Ну, как бы, когда у тебя есть очень много военных сил, ты, в принципе, можешь устроить переворот и захватить власть. Ну, это мы уже про 16 век, получается, говорим, да? Да, даже раньше. Да, мне кажется, уже где-нибудь, видите, ну, типа, в эпоху Камакару уже военные были политической силой. Другое дело, что, видите, в Японии... Они не были объединены, как я понимаю. Не была объединена страна. То есть, военные стали становиться политической силой, но в каждом конкретном регионе были свои военные, которые стали политической силой, забивая вообще на, ну, скажем так, на императорский вот этот вот центральный аппарат. Но здесь, знаете, очень сложно провести водораздел. Я понимаю, почему возникают какие-то сомнения, что, типа, в какой момент это произошло, потому что в Японии... Японцы же могли бы просто убрать императора и сказать, все, у нас больше нету императорского дома, нету династии, нету центрального аппарата, нету вообще ничего. Но дело было в том, что император, хоть и в какой-то момент потерял свою политическую власть номинально, оставался главой и символом государства, как это на самом деле происходит до сих пор. И это вело к интересным последствиям, поскольку по факту император сидит у себя во дворце, окруженный красивыми, очень всякими красивыми вещами, и он может там, я не знаю, писать поэзию и думать о людях или что-то в этом роде. Политика сама по себе происходит вне, как бы, его контроля, но при этом, при всем императора как бы сохраняли как некоторую фигуру на арене. И там даже очень классный на самом деле есть японский такой политический инструмент. Я не знаю, есть ли он в других странах, мне кажется, что нет. Там была такая история, которая называлась инсей, когда император, это такой отрекшийся император, император в изгнании, когда император сознательно принимал решение, например, подстричься в монахи, уйти в монастырь, уйти как бы из мира, потому что будучи светским императором, он не мог принимать какие-то политические решения, поскольку он со всех сторон был обложен людьми, которые, ну, как бы, не хотели от него этого. Ты символ? Окей. Но политические решения, это мы тут сами разберемся, как бы, типа, без тебя. Сиди в своем дворце, окруженный своими красивыми вещами. Но, как ты мог выйти вот из этой системы, где на тебя давят и чиновники, и там, типа, военные, и все вот эти вот люди, которые ссорятся за власть, ну, как ссорятся, дерутся, оспаривают ее, уйдя в монастырь, и уже оттуда, через своих доверенных людей, принимая какие-то политические решения, поскольку ты по факту становился фигурой, которую вроде как ты снимаешь с доски, но на самом деле он там вот, как бы, сидя за кулисами, становится серым кардиналом. То есть, долгое время императоры, они как-то пытались, ну, все равно бороться за свое политическое влияние. Но это ни к чему не привело. Нужно было дождаться реставрации Мэйзи, чтобы японский дом императорский действительно был реставрирован. Потому что в какой-то момент вот все это так сместилось и перешло в руки чувака. Все путано. Да, в Японии вообще на самом деле. Да это типичные феодальные какие-то замесы. Ну, типичные феодальные замесы просто невероятной кровожадности самой по себе. Представьте, немножко, мы же сейчас уже заканчиваем с Камакурой и переходим на Сангоку-Дзидай, как раз-таки проклятые века, проклятые столетия, период воюющих провинций, когда была власть и первые попытки полного объединения Японии. Это была эпоха постоянных невероятных кровопролитных конфликтов, настолько суровых, что люди в поэзии это отмечали, как забыл, к сожалению, его имя. Он, в общем, писал в поэзии «Крови было столько, что я улыбался три дня». Вот настолько было кроваво все. Это было нормально среди самураев уметь и стихи писать тоже. Во времена Сангоку-Дзидай, ну, промонгольское нашествие как бы, да, оно было, но не получилось, к сожалению, не фортануло кублайхану. Вот, действительно, очень даже в какой-то степени обидно. Я бы посмотрел про это аниме. Вроде, кстати, недавно выходило. В общем, не получилось, там дважды флот у них затонул, и поэтому не признали японцы власть великого хана. Ну, после такой шляпы. Да, да, да. Конечно, кублайхан после этого еще письма посылал, что, ребят, ну, пожалуйста. Ну, может быть. Может быть, да. Ну, как не будет. Но денег на новый флот у него не было, да, тем более, там вроде бы в Корее какие-то проблемы начались, там. Не очень хорошо. И вот, Санго Кудзидай. Пили бы сейчас Сакэн. Первая попытка объединения Японии Ода Набунага. Объединение Японии было, три брата Акробата, на самом деле не брата и даже не Акробата, три отца-объединителя. Первого звали Ода Набунага, второго звали Тойотом Хидаёщи, и самого последнего звали, собственно, Токугава Иясу. Токугава Иясу. Спасибо, потому что я начала говорить слово Токугава и забыла, как его зовут. Какой кошмар. И поэтому мы не можем кому-то одному дать пальму первенства, потому что, в принципе, идея контролировать столицу для того, чтобы потом контролировать всю Японию, она пришла в голову Ода Набунага, но время было кровавое, поэтому он не дошёл как бы до своей цели объединения, потому что его убили люди, которые работали на него. После этого это знамя объединения страны взял Тойтоми Хидаёщи, и вот здесь вот на самом деле очень интересная у них была динамика у этих двух современников, поскольку Ода Набунага, он был такой аристократ, он был из аристократического рода, такой типа Олдмани, весь из себя, а Тойтоми Хидаёщи, он был чуть ли не из самых низов, прям вот крестьянин максимальный, из грязи в князи, это вот прям натурально про него история, но это Тойтоми Хидаёщи не успел ничего сделать, и всё пришлось заканчивать Токугаве Иясу, Токугава Иясу, наверное, мы не можем склонять его фамилию, который был, собственно, родом из Эдо, которая стала, ну, которая долгое время существовала как Эдо, оно не было де-факто, вернее, даже нет, де-факто оно было столицей, де-юре не являлось ей, и после уже реставрации Мэнди туда была перенесена столица, была перенесена столица вместе с правительством из Киото, и получила этот город новое название Токио, Восточная столица, вот, в отличие от Киото, там название очень прикольно переводится, просто столица-столица, там и первый ураглиф значит стульный град, и второй ураглиф значит стульный град. Дважды столица. Дважды столица, да не, ну просто очень-очень столичная столица, скорее вот. Мега-столица, столица в квадрате просто. Столица в квадрате. И в этом плане очень интересно мне, потому что вот этот исторический момент, когда я для себя его читала и пыталась понять, ну, вернее, читала про него, изучала его, я поняла, что мне неинтересно идти через треки какой-то военной истории, потому что действительно много крови, много бедности, дети плачут, женщины кричат. Какой кошмар. И мне кажется, что очень классный исторический персонаж, через призм которого любопытно смотреть вот как раз за этой сменой отцов-основателей, это Сен-Нурикю, который, я думаю, многим нашим соотечественникам известен, поскольку он является отцом-основателем чайной церемонии и до сих пор на территории России функционирует школа Уросенкли. Это школа его, по факту, его наследников. В какой-то момент его семья разделилась на три ветви. Одна называется Омота Сенкли, вторая Уросенкли, вторая, третья Муджаку Сенкли. И Уросенкли, например, функционирует в России. Сен-Нурикю был чайным мастером в начале природа Набунага, и это способствовало формированию одной эстетики. Потом он перешел, видимо, по наследству, к Тойтоми Хиде Йоши. А Тойтоми Хиде Йоши – это был человек, ну вот я говорю, из грязи в князи, возможно, у него не было какого-то воспитанного внутри поколениями предков художественного вкуса, поэтому у него могла быть в доме и суперскромная, вот как раз-таки в этой эстетике в Абе, чайная комната, которую заведовал, собственно, Сен-Нурикю как его мастер, и комната целиком из золота, вообще просто вся уставленная китайскими золочеными вазами. Но, тем не менее, Сен-Нурикю тоже как бы стал жертвой этой кровавой мясорубки, поскольку Тойтоми Хиде Йоши, как его хозяин, повелел ему покончить жизнь самоубийством, и Сен-Нурикю это и сделал. Непонятно из-за чего, это как бы тайна, покрытая мраком, хотя есть много, естественно, это очень популярный исторический персонаж, есть много фильмов и книг, и трактовок и так далее, но есть подозрение, что это было потому, что Сен-Нурикю тоже имел, ну, как бы, с такими персонажами работать постоянно на ежедневной основе, как чайный мастер. Ты все-таки имеешь определенный политический вес, определенные связи, определенные знакомства. Возможно, Тойтоми Хиде Йоши подумал, что это потенциальный противник, его надо убрать. И у него были рычаги, чтобы это сделать. Ему даже не надо было нанимать киллеров, он просто мог дать приказ человеку покончить жизнь с собой, самому с собой. Но потом я вас просто хочу, как-то сказать, успокоить. Когда началась эпоха Эда, все перестали друг с другом воевать, и хоть там и были, конечно, всякие другие моменты, такие не очень приятные, там, гонения на христиан и так далее, но... Ничего себе неприятных, таких нигде, по-моему, не было. Гонения на христиан. Не, ну, на тот момент времени, там такая резьня была тоже. Мама не горюй, вот фильм есть, интересный. Ну, на тот момент времени, да, но Япония, она особенная в этом плане. Уже 17-й. 17-й, да, точно. Как раз-таки 16-й, вот именно рубеж. 16-й, это становление. Рубеж 16-17 века, это сначала, соответственно, это вроде бы 49 мучеников францисканских, потом, соответственно, полный запрет на христианское... Потом закрытие Японии и всё. Проповедовать христианство, потому что Токугава Иас увидел в этом опасность для, собственно, государственности как таковой. Ну и на самом деле там ещё и ребятки-католики-изуиты там тоже воду мутили свою. Да, мне тоже очень понравилось, что их запретили как бы самыми последними, потому что до этого они помогали, поддерживали вот эти вот антихристианские акции правительства. Ну, в общем, что в очередной раз нас возвращает к тезису, что религия – это, конечно, очень специфическая история, когда она начинает мешаться с политическими интересами. О, да. Но это не наша тема. Там ещё торговая была тема, там же были португальцы вот эти, которые там какую-то монополию имели на торговлю, когда остальные европейцы уже не имели. Да, вот, это, собственно, причина, по которой голландцы на протяжении... Или голландцы. Голландцы, это были голландцы. Они на протяжении всей эпохи Эда, несмотря на то, что Япония формально стала закрытой страной, они имели возможность с японцами подорговать. Я просто хочу сейчас немножечко пояснить вот этот вот переход. Как только страна объединилась, там всё равно по сравнению с тем, что было, стало гораздо больше, ну, как бы, мира и добра кругом. Стали строиться дороги, больницы, какая-то инфраструктура, появляется какая-то городская культура. И люди в целом проводили время очень неплохо. Но при этом, при всём, как вторая часть, ну, вторая сторона медали Сигуната Токугава, это как раз-таки то, про что ты сказал, страна постепенно и довольно стремительно становится абсолютно изолированной от внешнего мира. Ты не можешь выехать, ты не можешь въехать, ты не можешь на... как бы... в Японии торговать. Вот эти вот все запреты христианской мысли, это было в первую очередь вызвано тем, что очень боялась ставка Сигуната, что какие-то иностранные влияния приведут к какому-то дисбалансу. И, в принципе, христианство могло стать вполне подобным инструментом. И у нас есть примеры, как такими инструментами становились другие религии. И... О, у меня вопрос. Нельзя было иностранцам езжать, это мы знаем. А японец мог уехать? Нет, никто не мог уехать. То же самое. Все здесь. Никто никогда не покинет. Все варятся в собственном котле, что как раз-таки, мне кажется, это была какая-то базовая надстройка, вернее, даже не надстройка, а как раз-таки фундамент, на котором впоследствии, уже позже в истории, Япония будет строить какую-то свою национальную идентичность, какое-то свое самопредставление, потому что... Потому что... Как ты поймешь, кто люди вокруг тебя, с кем ты живешь, и что вас объединяет единый этнос, помимо общего исторического опыта, если ты с этими людьми действительно не пожил без какого-либо внешнего ограждения. Но у нас с вами есть просто замечательный повод самим попробовать в такой истории пожить и посмотреть, что будет. Так что посмотрим, что к этому приведет. А скажите, вот хороший вопрос. Были ли вообще такие государства настолько изолированные? Ну, крупные, я имею в виду. Острова в Индийском океане не в счет. Нет, ну да, если мы не говорим про какие-то этносы, которые были изолированы настолько, что когда их приехали исследовать антропологи, а у них там, типа, мы все как предки живем. Да, про развитие культуры. Помню, когда. Нет, ну это же... Как сказать? Это же было намеренно сделано. Вот я не знаю, ну какие мы можем еще вспомнить блокады континентальные. Я не помню больше таких примеров истории. Ну вот японцы попробовали. Интересно, что у них получилось. И, кстати говоря, японцы сами эпоху Эда очень любят весь вот этот вот вайп, атмосферу, испытывают какую-то, ну, ностальгию, хотя они в то время, конечно, и не жили, но им очень нравится этот исторический период. Он воспевается постоянно, поскольку, мне кажется, он заложил очень много того, что мы сейчас, например, видим в Японии как подход к инфраструктуре, подход к дорожному строительству или к железнодорожному строительству, подход к маркетингу, например, потому что уже тогда все вот эти вот... Идзака... Нет, Идзака тогда не было. Ну, допустим, лавки, таверны, кабаки, которые строились вдоль вот этих вот дорог и тракта такая, по которому жители наконец-то могли там походить и попутешествовать хотя бы внутренне по Японии, и на самом деле до сих пор, мне кажется, больше процент, ну, как бы больше процент туризма в Японии – это внутренний туризм, а им нет смысла выезжать за пределы Японии, когда в самой Японии столько всего можно посмотреть. И это приводило как раз-таки к тому, что вот как тогда деды какие-то придумывали там истории, акции, красивые яркие вывески, чтобы люди хотели именно у них остановиться на отдых, на ночлег и так далее, писались про это книги на своих двоих по тракту. Такаэда – это книга идосского, собственно, периода, которая, ну, такой, знаете, road movie про двух принципиальных бездельников на самом деле, которые просто путешествуют, которые просто путешествуют. И вспоминайте, как выглядит, я не знаю, определенный процент нынешнего аниме, где там тоже какой-нибудь самурай-чамплу, тоже все действие происходит в эпохе Эды. И там тоже есть герои, которые ничем особенно не обнимены ни семьей, ни детьми и просто могут шататься по Японии в поисках приключений. Вот это все началось тогда, и это очень здорово, что какие-то там культурные коды, которые были заложены еще в 17-18 веках, они актуальны в 21-м и, более того, ставятся на какой-то пьедестал. То, что люди как бы не стирают свою историю, а пестуют ее. Ну и плюс еще, наверное, знаешь, очень хорошо читать про всяких бездельников, путешествующих по стране и едящих такаяки, в то время, когда ты горбатишься по 23 часа на работе и умираешь от переработки. Мне кажется, для этого очень здорово смотреть аниме, жанры милой девочки делают милые вещи. Да, Lucky Star никто не отменял. Эдо — это именно когда страна была изолирована. Причем изолированная настолько, что породило очень много самых настоящих феноменов. Но все-таки, опять-таки, много других феноменов. По сути, как бы сейчас странно это ни звучало, эпоха Эдо, то, что, да, она была спокойна, она была, скажем так, не знала никаких крупных войн и крупных восстаний. Но, но, все-таки, если что, поправь меня. Все-таки, во-первых, это было максимальное закручивание гаек во всех сферах жизни. Причем со стороны Сигуната Токугавы. Именно в первую очередь для полного поддержания власти Сигуната. Во-вторых, это был кризис самурайства. В каком смысле? Сейчас объясню. До этого была эпоха, которая была бесконечная война. Война, как говорится, нафиг логику, он ли война? Вот, только война. И когда это все вдруг буквально в историческом парадигме, вот просто как есть в историческом движении, как все это закончилось настолько резко, прям вот при Сакигахаре это была кульминация всей этой резни. И у самураев, а точнее у потомков этих самураев уже там первое-второе поколение у них пришло такое понимание. А что делать-то, да? А как нам доказывать то, что мы самураи? Что нам для этого делать? Как бы как нам без войны это все доказывать? И, во-первых, может подтвердить, может нет, там были весьма самодурственные законы, которые позволяли самураям намного больше, чем простому гражданину. Да, безусловно. Вот. Ну, это же была военная все-таки ставка. Как бы, поэтому вот, чем мне нравится, я хочу сделать реконструкцию японского полиции, которые обезвреживали пьяных самураев как раз-таки. Чисто мне нравятся их дубиночки вот эти прикольные и лестницы, с помощью которых они их обезвреживали. А как это происходило? Ну, ты завесил уже, давай. Пьяный самурай, грубо говоря, был закон. Ну, он, кстати, осуждался долгое время, но он реально был. Он среди самурайского сословия осуждался, но все-таки им пользовались. В общем, если запретили испытание мечом, например, просто прохожих, это было во времена Сангоку-Дзидай, нормально. Извините, когда все друг друга режут, что бы нет. А то потом уже как бы все, нельзя. Только на осужденных, на свиньях и приговоренных к казни. И прокаженных, если я не ошибаюсь, как раз-таки. На них можно было. Но! А, и рубать простых людей было нельзя. Но для самураев оставили лазейку. Если самурай будет подозревать, что человек оскорбляет его личное достоинство, он имеет право ответить обидчику. Нам известны случаи, когда самурай, сидящий в театре, не знаю, кабуки ли или нет, ему показалось, что один из актеров изображает его. И он, естественно, будучи пацаке, хватался за шашку и зарубил человека. Вот, и начал рубить всех. А, нет, это другое, это уже было позднее. В общем, были такие ситуации, они осуждались. Вот, это было действительно самое настоящее. А почему при появлении самурая люди тупо не разбегались? Мне кажется, разбегались. Они не разбегались, они вот так вот в пол убегали и всё. Особенно, особенно, всё-таки не будем забывать, что самурай, не аристократ, это человек выше тебя. Он имеет право носить оружие. В отличие от тебя, тупого крестьянина. Ты не имеешь права ничего. Твоя задача, как бы, кланяться, показывать ему свою макушку, вот, и молиться, чтобы у него настроение было хорошее. Всё-таки вот так. И самураи у них, у самих из-за этого был кризис. В том, что нет битв. Крестьян убивать нельзя. Крестьян убивать нельзя. Чем займёмся. И как кадр в старом советском фильме, где боевой офицер взвыл, когда он заработает на буу с бумажками, дебет с кредитом считывает, и говорит, небо коня, шашку, говорит, а не вот это вот всё. Вот, примерно так. И дальше из-за этого, если не ошибаюсь, опять-таки поправь, начинает появляться множество трактатов о людей, не прошедших войну, но занимавшихся боевыми искусствами, предлагающих им свои видения того, каково это быть самураем. Также появился Хагакура. Да, это определённо. Сейчас я просто даже думаю, с какого тейка лучше начать, потому что в моём изложении, да, эпоха Эда – это какая-то розовопония, в твоём изложении – это просто какое-то царство абсурда, но есть ощущение, что как бы истина где-то посередине. Да. И вот тот процесс о сумурайстве, о котором ты говоришь, да, действительно, в Японии была социальная стратификация, но мне кажется, что поскольку у нас с вами в Российской империи точно такой же кризис в своё время переживало дворянство, нам очень легко здесь провести параллели. Как бы дворяне стали, по факту, просто привилегированным классом, они уже ничего не делали того, что могло бы им давать эти привилегии, они не заслуживали их в прямом эфире, и из-за этого там тоже начинались всякие либо гротескные какие-то, даже иногда развлечения, либо скука и стремление описать всю свою жизнь там в мемуарах, в трактатах и так далее. Но вместе с тем, когда в какой-то момент самураи были лишены своего привилегированного статуса уже в Мэдзи, всё это просто привело к тому, что как бы класс пришёл к упадку, и каким-то образом вот так случилось, что зачем нам упаднический класс? Слава богу, не привело там, условно говоря, к революции или к каким-то цареубийствам и так далее. Ну, собственно, в России то же самое произошло, когда после отмены крепостного права экономическую базу у дворян выбили, и купцы стали приподниматься, а дворянам приходилось свои вишнёвые сады им продавать. Вот, собственно, поэтому я как раз сейчас веду к купцам. Ты же не обязательно мог быть... Вернее, все люди, которые не самураи, они были ниже самураев по вот какому-то вот... По привилегиям, по сословному статусу. Но ты же не обязательно мог быть при этом тупым крестьянином, ты мог быть очень даже зажиточным купцом. Есть одна проблема. Купцов не любили. Это было самое отвратительное сословие в глазах японцев. Ну, зато у этого сословия были деньги. Именно. И это уже привело к новому кризису. Барыги, знаешь, ростовщики. Там рыбаки были круче, чем торговцы. Там насколько были самураи, ну, грубо говоря, вот типа вот... Дровосеки или лесорубы ещё очень классные. Самураи, прослойки и мензи. Да-да-да. Ну, собственно, да. Нет, просто возвращаясь опять же к купцам, поскольку ты говоришь, что типа очень-очень строгое правительство, и действительно там огромное количество было каких-то указов, декретов, на которые ты смотришь, что ты такой, блин, просто люди мало того, что жить не дают, так им ещё и веселиться не дают. И я как раз хотела сказать, что хоть и японцы считаются, и есть определённый стереотип, тоже не на пустом месте появившийся, что это такие руроно хито, как бы люди правил, которые если что-то там, ну, запрещено, то мы этот запрет соблюдаем. Мы не ищем лазейки. Но на самом деле японцы, именно как раз таки в эпоху Эды, это было очень креативное время, чтобы как раз искать какие-то лазейки, чтобы свою жизнь делать более яркой, классной, красивой и так далее. В частности, например, говоря про одежду, был определённый указ, который запрещал ряду сословий, по факту всем людям, в частности купцам, которых никто не любил, но у которых были деньги и возможность понтануться, носить одежду с определённых цветов, с определёнными паттернами и так далее. В начале красивые паттерны стали убирать на изнанку кимонова. То есть вот здесь вот. Так ты идёшь-то вроде весь там, я не знаю, в каком чёрном, мышином или сером, но если ты там в какой-то момент немножечко его распахнул, то видно, что у тебя там какая-то, ну, просто вообще невероятная вышивка. Это тоже запретили, потому что люди ходили и бунтовались, какая у них красивая оборотная, значит, сторона. Смотри как. Да, да. Такой, ой, что-то жарко-то как. Так, ой, птицы, извините. И это в какой-то момент привело к появлению того, что мы сейчас с вами знаем как нетски. Маленьких фигурок, которые вешались на шнур, в каждом кимоно обязательно есть обе или какой-нибудь там, ну, не знаю, шнурок, которым вы переворачиваете, тьфу, перевязываетесь, чтобы там типа сверху крепить пояс, либо вам даже не обязательно крепить никакой пояс. Там в любом случае у вас будет какая-нибудь верёвочка или шнурок, так устроена японская одежда. И к какому-то шнурку можно было привязать маленькую фигурку, и даже если вы весь серым, и внутри вы весь серый, и всё такое, но у вас какая-то там филигранная ручная работа из слоновей кости, которую вы там себе заказали с другого конца света, и вот вам привезли, её сделали, она вот так усенькая. Там полицейские даже, полиция нравов, полиция моды, даже бы ничего не увидела. Но ты всё равно мог пойти и понты покидать. И вот таким образом люди выходили из ситуации. Плюс Сигунат, он был тоже, ну, в кавычках, очень, ну, как сказать, очень последовательным в принятии своих указов. Тогда же появляется всякая Саругаку. Это, ну, скажем так, уличные представления, открытые представления, огромное количество просто всяких разных театральных жанров. Народ хочет хлеба и зрелищ, а тут, наконец-то, как бы можно выдохнуть и предаться зрелищам. И в самом начале не как часть какого-то, как сейчас там, я не знаю, традиционного культурного кода, как какое-то элитное развлечение для элит, а вот именно как такие очень бытовые пьесы для низов, появляется то, что мы сейчас с вами называем кабуки. И Сигунат вначале сказал, когда он увидел, к чему приходит то, что много красивых мужчин и женщин в гриме поют, танцуют и завоевывают тем самым лояльность своих поклонников, Сигунат сказал, давайте у нас в кабуки не будут выступать женщины, а будут только мужчины, чтобы не было разврата такого, который происходит сейчас. Но, парадоксально, это привело к еще большему разврату. О котором сейчас нельзя говорить, потому что нам, так сказать, пришьют. Все мы поняли. Так появился геншин импакт. Простите. Сигунат, естественно, в шоке, что люди используют такую технологию, как книгопечатание, для того, чтобы смотреть на голых женщин и всякую бытовую нечисть. И они запрещают, запрещают, все запрещают, все запретили художников, граверов и гравировщиков, я не уверена, что я сейчас правильно говорю, но, в общем, художников, технологов и писателей всех, короче, предать общественному позору. И вот ты там в течение месяца висишь, ну, не в такой вот штуке, но ты там на санцепете, ничего делать не можешь, твои поклонники тебе приносят еды и воды, как только открывается этот заслон, ты немедленно бежишь домой, чтобы писать продолжение, потому что денег гребли просто, мне кажется, невозможное какое-то количество, и эти люди, хоть они и считались, ну, скажем так, такое к ним было, конечно, отношение, немного, ну, вот как к бандитам, ну, даже не как к бандитам, ну, как сейчас, например, отношение к, господи, кто много зарабатывает, но при этом не пользуется общественным престижем. Ну, вот тип как барыга. Первое правило автора, никогда не читать свой товар. Это хорошо, это хорошая шутка. Это, погоди, это вся эта литература запрещалась, и надо было, в общем, по закладкам распространять, по бамбуковым кустам, по рекламу, 30 сантиметров. Я бы посмотрел, на самом деле, аниме, где вот как бы японское историческое действительно перемешалось с нынешней СНГшиной, и они действительно ходят, и теоретические гравюры там где-то в бамбуке, но нет, это все продавалось, ну, просто магазин закрывается там, типа, как клуб Мотобор закрылся, а потом переименовался в арму, типа, опечатан, потом открывается там, снова все начинается, и все, и самое в этом плане интересная история, как бы биографии художника, которую я читала, был такой человек, Ториама Сакиен, мы его сейчас знаем, но мы не знаем, как его зовут, ну, вернее, мы знаем, как его звали, но я уже не помню, потому что никто не знает его настоящего имени, он был из чиновничьей семьи, и должен был стать чиновником, но вместо этого он сказал своему папе и маме, мама, папа, я пошел учиться на художника, и они такие, ну, это как сейчас, типа, сына, кем ты хочешь быть, я диджеем, вот, и все. А у тебя родители олигархи, там, ну, типа, да, у тебя родители, там, управленцы, не нужны мне твои деньги, ну, Саша. Нет, я думаю, что он пользовался родительскими деньгами, пока он учился, но тем не менее, он, из-за этого он был вынужден отказаться от своей фамилии, как бы, семейной, он взял себе псевдоним Ториама Сакиен, и его мы до сих пор знаем, как автора огромного количества тиражей четырех книг из серии «Ночной парад сотни духов», то есть вот эти вот все бестиарии, где изображена всякая японская нечисть, начиная от Кудама и заканчивая Каппа, и еще огромное количество изображений, все это отсканировано, как бы, есть в электронном виде, это можно посмотреть в интернете, до сих пор все это есть, до сих пор эти образы считаются классическими, ими вдохновляются современные художники, аниматоры, игроделы и так далее, и вот он все это сделал, и я не уверена, что его, правда, за это, ну, как сказать, судили, и он был подвергнут каким-то санкциям, все-таки это не порно-контент, но, тем не менее, вот ушел из семьи, сказал, не буду чиновником, буду свободным художником. Селф-мейт, так сказать. Селф-мейт, почти. Вот, и если что, можете посмотреть этот парад «Сотни духов» в замечательном аниме, которое называется «Война Тануки». Там как раз вот этот момент просто очень шикарный. У нас все еще киностримы. Мы сейчас с сыном будем смотреть просто. Очень рекомендую. Очень хороший, добрый мультик. Ему 6 лет, он дозрел. Класс, очень круто. Он давно хотел, у нас отложено, пора. Так, ладно, поработаем еще немного. Сейчас поработаем, надо сказать. Так, а на чем мы остановились? Эду. А, у меня была умная мысль, смотрите. То есть, получается, что вот для меня, как человека, который интересуется медиамоскультом, традиция зародилась в Японии очень рано. Получается, то мало где можно такую преемственность найти. Вот есть сумасшедшая теория, что все сериалы европейские восходят к комедии дель арта по технологии производства, а образы повторяются одни и те же, просто модифицируются там, но на самом деле стандартный набор персонажей разыгрывает разные ситуации. И тут получается то же самое. Японская традиция во многом, вот та же манга, там и все остальное, она появилась прямо вот почти с началом книгопечатания. Ну, то есть, да, и на самом деле мне даже больше здесь интересуют какие-то маркетинговые фишки. В том плане, что чтобы та или иная серия книг, например, активнее продавалась, туда вставлялись карикатуры на реальных каких-то известных и доских персонажей, которые были историческими персонажами. Там какая-нибудь, ну, не прямая балерина, но самая известная там, типа, женщина. А знаете, почему у комедии дель-арта, кстати, никогда не было сценариев? Почему? Были маски, вот эти, панталоны, там, пульченела, там, коламбина, но никогда не было сценария. А это импровизация? Это была не просто такая импровизация, чтобы когда приехал в город, не успевали местные власти сценарий согласовать, тогда можно было интеграхи вставлять по заказу местных политиков про их врагов. Как умно. Ну, в общем, в Японии тоже были интеграции, но они были не с целью... Мне кажется, что там в меньшей степени все-таки была распространена политическая сатира и в большей степени бытовая. Но, допустим, именно с точки зрения, что там, типа, в книги могли вложить... Ну, сейчас бы мы сказали, типа, флайер, чтобы ты пошел в этот, там, типа, либо в какую-то Идзакаю, условно говоря. Ну, блин, опять же, тогда это еще не называлось Идзакая. В какую-нибудь таверну, в какую-нибудь харчевню, которая в этой книге упомянута. Или чтобы ты пошел в какой-то конкретный, там, типа, публичный дом, который в этой книге упомянут. Или в какой-то... Да, вот там было очень много продакт-плейсмента, очень много интеграции. У меня подруга изучает литературу эпохи Эда сейчас в Америке, и она уже в аспирантуре, и она как раз-таки пишет у нее что-то типа средневековый маркетинг. Как-то так звучит тема диссертации. Очень интересно, что будет в конце, потому что там и рисовались какие-то, ну, в общем, конкретная, там, типа, служанка, которая могла узнать себя, и если она была, там, я не знаю, душой компании, и ее знал весь вот этот квартал, где этот книжный магазин стоял, ее прям специально туда могли интегрировать в сюжет. И это пользовалось... Офигенно! Да, это пользовалось спектром. Это инфлюенсеры были уже тогда. Офигенно! А сейчас мы скажем, что это инфлюенсеры... Айдолы, вот эти, опять же, как бы образы какие-то, это тоже, кстати, восточная культура, ну, пусть корейская, но все равно, да. А вот как далеко эти корни, оказывается, простираются. Очень интересная особенность. То есть не зря они там у себя загорали в изоляции. Как правильно провести локдаун с пояса? Ну, скоро узнаем. Да. Вот. Но ничего не длится бесконечно, даже эпоха Эда закончилась. Хочется, да, к Мэйдзи перейти. Переходим к Мэйдзи и выходим к Токио. А, еще вопрос. А правда, что вот в это время на императоров все забили в эпоху Эда? То есть были моменты, когда там даже нельзя сказать, кто был императором? Возможно, потому что у меня никакого сейчас колокольчика просто даже в голове не звенит. Возможно, реально забили, но императорский дом все еще... Ну, что он был, но всем было не очень, что там происходит. Нет, ну я думаю, что все-таки людям было какое-то у них по этому поводу мнение, поскольку династия продолжала существовать. Император параллельно с тем, что он является императором, он является также и верховным жрецом, ну, соответственно, либо жрицей, и такие моменты бывали, богини Аматерасу, и он должен поддерживать вот этот вот как бы ритуальный круговорот жизни в природе, и я думаю, что именно с точки зрения какого-то церемониала императорский дом, ну, как бы он поддерживал свое существование, он продолжал существовать, но для политики, для какой-то повседневной жизни обычного японца это оставалось не более чем символом. Ну, собственно, на самом деле, как мне кажется, и в современной жизни тоже. Да. Вот, ну, скажем так, как мне кажется, как это показывается во многих исторических сериалах, например, Японии, ну, вот, умер император, этот, его дом там, поэтому плакать будем в ту сторону. Ну, это на самом деле уже довольно серьезная вовлеченность, как бы, в судьбу человека. То есть люди уже в курсе, где он живет? Да. Так, ладно. Я даже не знаю, где мои родственники живут некоторые. Сейчас. Там. Мои там. Прекратите. Я сейчас начну все стороны показывать. У меня большая семья. Смотрите, давайте начнем о неприятном. Все-таки, вот от реставрации Мэйдзи, это был результат внешнего воздействия или всем надоело это? Была определенная когорта торговцев и промышленников, которые проживали преимущественно в южных княжествах, как раз-таки, где был вот этот вот город Нагасаки, где был остров Дэщима, который был единственное место, где можно было торговать. И люди, которые там жили и которые вокруг торговли даже в условиях вот таких вот очень сильно больших как бы барьеров строили свою жизнь, свою карьеру, свою промышленность и так далее, они понимали, насколько это на самом деле ужасно и насколько Япония с каждым годом ну как бы становится все менее и менее современной. И для них в плане экономического какого-то развития промышленного, технологического и так далее вся ситуация была очень болезненна, при том, что это были очень небедные люди ведь они торговали и они на этом построили свои империи. И было несколько княжек, самое важное и большое из них было княжество Сатсума, которые просто ну по факту скинулись деньгами и людьми, чтобы отвоевать Эда. И как бы император Мэдди он появился как некоторая такая вот компромиссная фигура, которую... Короче, это заговор капитала был. Это заговор капитала, да. Вот даже нечего добавить. То есть, с точки зрения исторической, это просто люди, которые накопили ресурсов и сил и которые видели, насколько в пучину тянет Японию подобная ну как сказать политика, особенно на фоне того, что тогда и Россия уже, Российская империя прекрасно знала о существовании Японии и пыталась договориться, как бы нам с вами не поторговать. И японцы вначале да-да, а потом такие нет-нет, а потом было... В смысле японцы и сегун еще. Да, ну как бы сегунат в тот момент действовал как политический актор. Но тем не менее, даже действуя, пытаясь действовать как самостоятельный политический актор, он все равно вынужден был испытывать влияние Голландии, влияние Англии и так далее. И все просто, все видели, что Япония это потенциально колония. Это же, ну как бы какой у нас исторический период, 19 век. Все как раз такие, о, сейчас мы все переделим. И стремились как бы побыстрее охватить кусочек. Сегунат в этот момент вот какую-то ушел оборонительную позицию, что если мы никому не дадимся, то от нас никто кусочек и не отхватит. И они поэтому как-то просто пытались от этого ограждаться, а потом появился американец Мэтью Перри со своими канонерками. И уже Сегунат тут ничего не мог сказать, потому что когда напротив тебя стоит флот, вооруженный пушками, ты вообще ничего не можешь этому противопоставить. Это, кстати, интересный эпизод из истории Америки. Задолго до принесения демократии на Ближний Восток. То есть они с силой их принудили стать открытыми. А если вы не откроетесь, открывать будут парни с пушками. Вот и Сегунат здесь ничего не мог сделать, а те люди, которые вот как раз-таки промышленники из Южных княжеств, они такие типа, блин, ребят, ну если до этого была полная жесть, то сейчас это просто это жесть побольше. Это с этим срочно надо что-то делать, это срочно надо менять, потому что естественно сразу же подсуетились и Англия, и Российская империя, подписались Сегунатам, что такие, а почему только США могут торговать где угодно и чем хотят. Мы тоже хотим торговать где угодно и чем хотим. У нас тоже есть флот, у нас тоже есть пушки, нам тоже нужен рынок сбыта для наших товаров, и Российская империя по-моему имела три или четыре там что-то было города для торговли, точно был Нагасаки, и они такие, давайте мы с вами еще какую-нибудь совместную промышленность сделаем, но до совместных каких-то промышленных проектов дело не дошло, так же как и до сферы совместного влияния и сопроцветания на Дальнем Востоке, но вот тем не менее какие-то такие проекты были, и кстати, тут интересный момент, тот человек, который вел на тот момент дипломатические отношения с Японии подписывал и Семоцкий трактат, и Санкт-Петербургский договор потом, по фамилии Путятин был такой исторический деятель. И про него есть аниме, кстати, я уверен, я что-то слышал, да. Ну ладно, я не удивлюсь. Я забыл, как оно называется, я даже видел кадры. Мне кажется, в Японии скоро будет аниме про то, как... Делают аниме, это последнее аниме, которое я не знаю. Я хочу аниме про первого японца, появившегося в Российской империи, просто рыбак какой-то. А, Дайко Кокодайю его зовут, там вот такая вот история, он просто... Я про это даже шорт сделал, это первый Японий, который попал в Россию. Ты даже здесь это рассказал, ну да, еще раз. Чисто случайно он попал в Российскую империю, и его там местные служивые люди подумали, что он сначала китаец, как бы, и все описания его Японии, они восприняли, как за описание Китая. И не придумали ничего лучше, чем отправить его к государю, и он основал здесь, соответственно, в Российской империи, препятающую первую школу как раз именно переводчиков русско-японского языка. Но потом оказалось, что это с японского языка, и, конечно, нет, Петр Первый в какой-то момент просек, что там японский язык, и он сказал, окей, давайте оснуем школу японского языка, и вот этот вот Дэмбэй будет там преподавателем. Вот прям пацан поднялся. Но уже... Это был бы... Ой, извини, что... Я здесь единственный японец. Это было бы очень забавно, это, знаешь, это же, по сути, это же попаданец, это иссякай в Российской империи. Я был обычным рябаком, а стал первым переводчиком японского. есть иссякай, когда какой-нибудь там, ну, типа, я не знаю, там, первооткрыватель Сибири, там, какой-нибудь Ермак перемещается в наш мир, где все смотрят ТикТоки, пьют тай слад и сидят на антидепрессантах, чтобы написать два письма для внутрикома. Есть, и не одно, много разных. Называется радиотапок, короче. Это, по-любому, Ермак, который просто терпит то, что происходит вокруг. Знаешь, самая лучшая история про попаданца никогда не была написана. И я слышал, как Михаил Успенский рассказывал идею романа в 90-е, которую он не написал. Называлась «Конан и меч Джохара». По сюжету Конан-варвар попадает в наш мир, чтобы раздобыть атомную бомбу, но в Москве чеченцы принимают его за Шварценеггера, похищают, и он попадает на Первую Чеченскую войну. Да, ладно. Я бы почитал. И, собственно, поэтому и произошла реставрация Мэйдзи, поскольку капитал понял, что еще немножечко Япония станет не просто полуколонией, а очень даже полностью колонией. Но, как выяснилось впоследствии, у Японии были некоторые собственные амбиции по поводу того, чтобы быть не колонизируемым, а колонизирующим. Вот хороший вопрос. Вот Китай, например, на тот момент времени тоже был достаточно сильным государством, однако быстро продуло опиумные войны и как-то оказался на положении вот этих ста лет позора своих и так далее. Куча государств пытались противостоять европейской колонизации в Юго-Восточной Азии. Не получалось. А японцы смогли. Японцы смогли. Они молодцы. Мне кажется, что в отличие от Китая, японцев с самого начала никто не воспринимал всерьез настолько сильно. Поэтому, но, понимаете, тут нужно все это еще, мне кажется, понимать в контексте того, что на тот момент в мире идет большая игра. И стать частью этой большой игры можно либо с той стороны, либо с другой. И китайцы почему проиграли опиумные войны? Потому что очень сложно перебежать дорогу Британской империи и остаться при этом при своих. Да воевать они не умели. Просто опыта не было. Я не понимаю, с кем связались. Китайцы все прекрасно понимали. Просто конкретно в тот момент у них были другие какие-то исторические приоритеты. Это вот тоже. Это заблуждение, которое нужно развенчивать. По какой-то причине кажется, что Европа и западный мир он более прогрессивный, чем мир азиатский. Хотя на момент ну почему здесь прогресс? Просто у них конкретно в военной сфере они не дотянули. В экономической они, может быть, бы и смогли с британцами конкурировать, но встречный в челюсть их сразил. Просто какой-то момент им не нужно было в этом развиваться, поскольку у них и так было все здорово и у них не было рядом каких-то врагов, которые бы... А потом они появились, да? А потом эти враги появились, потому что поменялся мир, поменялись логистические решения и так далее. Но на момент, когда Колумб плыл в... Ну, куда он там плыл? В Америку. Ну, в общем, да, куда-то он там попал, куда-то плыл, но у него была такая крошечная лодочка на такой маленький экипаж, и я где-то видела сравнение, что в то же время кто-то из китайской элиты строил себе просто собственный корабль, чтобы поплавать по Азии и посмотреть, как там вообще все устроено. И он его нагрузил тоже командой, дарами, там типа у них была абсолютно комфортная история. И вот Колумбовская лодочка, она была вот такая, и у него был вот такой вот... И это была часть флота. То есть у него таких кораблей было девять. То есть линейный корабль. Про это у нас тоже есть отличный китайский выпуск. Переходите по ссылке в QR-коде, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, да? Японцы просто в какой-то момент стали частью большой игры на стороне Великобритании. И русско-японская война там не такие, как сказать, однозначные причины, как кажется на первый взгляд. Япония, русско-японская война началась в 2004 году, а Япония уже в 1902-м подписала что-то вроде договора о дружбе с Великобританией. И с тех пор была ну как бы отчасти под контролем и патронажем, ну скажем так, британских консультантов. И Британия как раз-таки видела на тот момент по какой-то причине, вот это мне непонятно, есть ли здесь какая-то составляющая именно ментальности, или может быть я просто недостаточно, ну как сказать, шарю в геополитике, потому что так же, как и американцы после Второй мировой войны стали воспринимать Японию как потенциальный аэродром, аэродром и авиадром, и вообще как потенциальную базу для вторжения и как бы контроля Востока, точно так же по какой-то причине Великобритания, несмотря на то, что как бы где Британия, где Япония, и что эти... Нет, подождите, стойте, товарищи, напомню, что в тот момент времени Британия была везде. Ну ладно, окей, хорошо. Да, да, да. Где Британия, и где Япония. Да, она была везде. Но на тот момент они тоже по какой-то причине решили воспитать себе из японцев еще один инструмент в войне против Российской империи, что они, собственно, сделали с успехом. Да. То есть японцы в этой ситуации не столько воевали с Российской империей, сколько решали свои обязательства союзничества. Нет, у японцев были и собственные амбиции в этом плане, поскольку, ну, как бы, повод для российско-японской войны, он заключался в том, что Россия и Япония не могли поделить сферу влияния в Манчжурии. Но это уже было на тот момент, когда Япония почувствовала себя нарождающимся колонизатором. Безусловно, там, я думаю, что Британия какую-то свою каплю влияния внесла, поскольку она сама была в этом заинтересована. Но Япония на тот момент уже начинала рассматривать Манчжурию как схему собственного влияния. И корейцев они уже тоже на тот момент начали кошмарить, что они, собственно, и продолжали делать, и до сих пор продолжают делать. И там, да, боже, японский премьер идет в Ясакуни Джинджа. Это храм синтаистский в Токио, который, как считается, что там пребывают все, кто защищал Японию, ну, в том числе и те, кто воевал как бы, типа, за страну, в том числе и те, кто участвует во Второй мировой войне. Как бы японская семантика нам позволяет такое представить, семиотика даже скорее. И японский премьер идет в Ясакуни Джинджа. Корейцы и китайцы тут же возбуждаются и такие, типа, как они смеют, сейчас мы там что-то сделаем, до сих пор не признали комфортных женщин и вот это вот все. Ну, не признали же. Короче говоря, японцам мы все равно это припомним. Да, японцы, как бы вам сказать, мультики у вас прикольные, но Курилы мы вам не отдадим. Вы не поверите, но у меня товарищи за эту фразу выгнали с московского анимофестиваля, потому что там были японские посольства. Ладно, японское посольство, мне кажется, все равно считают, что Курилы это их острова. Ну, ладно, это, мне кажется, еще при моих детях этот вопрос не будет решено. Японское посольство еще и выгнали с Курил. Ладно, ну его. Хорошая шутка. Смотрите, на самом деле, когда тут на днях очередной корейский спутник вместо космоса полетел на Окинаву, это тоже был привет от тех старых времен. Ой, ну, Окинава, вообще, мне кажется, за всю Японию, как-то сказать, отдувается. Отдувается, да. Еще бы она не при делах была больше шесть времени, это же далеко. это только в 19 веке Рюкосский архипелаг, ну, как бы вот эти вот острова Рюкю присоединили к Майнленд и Рюкосс... Мы специально присоединили вас, чтобы вы потом за все ответили. Да кошмар. Нет, просто Рюкоссцы у них своя культура, свой язык, у них другая мифология, вообще другой фольклор. Этнически эти люди ближе не к японцам, а к населению Полинезии. И, кстати, про это тоже. Это какой-то очень распространенный стереотип, что японцы это гомогенная нация, в Японии живут только японцы. Хотя на самом деле, ну да, окей, хорошо, они там в эпоху Эда еще сидели, ни с кем не мешались, и сейчас они перемешались со всеми иностранцами, мне кажется, одновременно. Но в целом это очень не гомогенная нация. То есть, мало того, что они друг между другом отличаются, и ты южного японца от северного очень хорошо отличишь. Так еще же там долгое время было вот это вот княжество Эдзо, которое, ну типа Айнское считается. Ну ладно, Айны это уже, мне кажется, настолько растворившийся этнос, что, ну сложно его как-то воспринимать. Если мы идем в Краевический музей, скажем, где-нибудь на Сахалине, там припомнят им, что Айны это Айны, а японцы это японцы. Нет, разумеется, просто Айны уже, ну как сказать, это уже такое ощущение, что очень скоро это будет каким-то рудиментом прошлого, как это ни печально, но Рюкосцы это очень, ну как бы заметная малая нация. И с точки зрения языка, и с точки зрения, я не знаю, кухни и каких-то традиций, и тоже то, что японцы на государственном уровне не поднимают вопрос малых наций, ну это просто такое как бы политическое решение, что мы гомогенная нация, мы тут типа все японцы вот сыновья солнца и дочери. Ну, кстати говоря, как я знаю, есть даже и кастовые какие-то системы там на западе японского. Кастовой системы в Японии никогда не было, но тем не менее не только на западе, в целом в Японии есть такая вещь, которую мы могли бы сравнить с неприкасаемыми, то есть определенное отношение дискриминирующее, которое существует относительно людей, которые занимаются мусором, ритуальными услугами, то есть покойниками, ну и там есть определенный список как бы этого перечня, и учитывая, что японцы до сих пор живут и во многом живут по своим родовым книгам, то есть есть у них там такой специальный документик, называется кусеки, где, ну это не как паспорт, это вот именно там типа кто из твоих предков, на ком был женат, то есть они как бы фиксируют, да, они фиксируют свою родословную, они про нее помнят, и при этом, при всем, это иногда может быть препятствием в браке, например, особенно если брак, ну знаете, как бы для тех классов, где, ну там, типа для высшего класса, где очень важно, за кого ты выходишь замуж, на ком ты женишься, в Японии, поэтому до сих пор распространена такая вещь, как институт сватовства. Да, там, скажем так, если ты девочка, родившаяся в семье директора какого-нибудь концерна Митсубиси, твое будущее уже все расписано так же, как при филаризме. это мне кажется не только в Японии, если ты девочка, которая родилась в семье директора концерна, но то, что вот мне очень нравится, что они до сих пор оставили сватов, потому что если бы родители этой девочки отказывали конкретному претенденту или конкретной семье партнеров, то это могло бы сказаться на бизнесе, ты как бы обвиняешь человека, ну даже не то, чтобы ты обвиняешь, ты унижаешь человека, ты ему отказываешь, а это японская ментальность, японское воспитание не может просто так разрешить, а тут у тебя есть прокладка в виде посредника, и ты говоришь посреднику, что ты отказываешься, и поэтому все могут сохранить лицо. Про северные территории, мы все время говорим о том, что нам пришлось в свое время делить с японцами сахарин, причем пополам, но там даже на Хоккайдо были какие-то вопросы, насколько я понимаю, в первое время, потому что Хоккайдо не очень активно колонизировался японцами до 19 века. Да, но тем не менее колонизировался же. По поводу сахалина, да, он в начале существовал даже определенное время под названием японским Курафуто. Карафуто. И Япония рассматривала его как свою сферу влияния, но, как я уже упомянула, огромное количество, когда началось еще с середины 19 века связей с Российской империей, оно привело к тому, что то мы его рассматриваем как сферу влияния, то не рассматриваем, то Россия отошла, то туда, то сюда, то обратно. Но в целом, мне кажется, что Сахалин точно так же, как и Курилы, и мне кажется, даже в большей степени это касается Курил, это такая немного, ну, как сказать, история престижа. Знаете, есть такие камни, которые, камни в море, которые китайцы называют по-своему, я не помню как, японцы их называют Сэмбэй. Это типа острова Сэмбэй. И по факту, это просто камни в море. Но кто на них оказывает влияние, в чью территорию государственную они ходят, это вот будет решаться еще десятилетие. У меня есть такое ощущение. У меня были большие надежды, когда премьер-министр Абэ, царство ему небесное, замечательный был премьер, занимался этим вопросом. Он является прямым потомком человека, который подписывал все договоренности, все документы, связанные с завершением русско-японской войны. Он его прямой потомок. Он стал премьер-министром. И когда у него начался его первый срок, он сказал, что еще мой дед начал историю наших русско-японских отношений, дележа вот этих всех территорий. Я хочу ее закончить и поставить на ней точку, которая будет обеим государством приятно. Я это сделаю. Сказал он. И тут его убили. Да. И он умер в результате теракта. Очень трагичная на самом деле история, потому что я на самом деле не понимаю, кто из современной японской элиты, во-первых, ставил бы этот вопрос приоритетным, а во-вторых, не был бы озабочен больше вопросов связей с США, терок с Китаем. Мне кажется, современная японская команда, именно правительственная, она очень антикитайская и антироссийская тоже. Это тоже меня очень сильно расстраивает, потому что снижаются программы, срезается всякое финансирование, сотрудничество и так далее. Особенно в текущей ситуации исторической это все очень грустно. Но тем не менее, вот это вот был же проект совместной экономической деятельности на Дальнем Востоке. И я в начале, когда на него смотрела, я еще тогда училась в институте, и мы это, естественно, обсуждали, и мы такие, блин, это хорошо или плохо, что они до такого договорились, типа, а что, а курила, а как, а где? И у нас была одна преподавательница, которая такая говорила, нет, это все просто проживет 10 лет, а после этого будет осуществлена передача всех этих территорий Японии типа по крымскому сценарию, я в этом убеждена, но, в общем-то, короче, одна теория конспирологичнее другой, и я, когда это все смотрела, я такая думаю, интересно, ну, как бы, к чему это все ведет, типа, и чего они добились, и чего, а чего мы добились, я вообще не понимала, но уже сейчас, как бы, я изучаю, допустим, в том числе и историю того, что какое-то время Сахалин был такой сферой совместного влияния, и была договоренность о том, что и Российская империя, и Япония, как бы, развивает этот участок земли, я понимаю, что тут тоже есть какая-то преемственность, вот как мы говорили про Эда, что мы все-таки должники Киевиков, так же, как и японцы, так же, как и все люди, а не наследники их, мы не разбазариваем наследство, мы, как бы, выполняем те долги, которые не выполнили наши предки, и вот здесь вот, как будто бы тоже это должно в какой-то, ну, вот, как бы, это могло бы пойти по какому-то флоу, который можно было бы объяснить и нашим соотечественникам, и Аба мог бы донести до своих людей, но теперь мы ничего не сможем никогда объяснить никому, и мне кажется, что это просто отодвигает решение этого вопроса еще на 10 тысяч миллионов лет. Со смертью данного персонажа линия судьбы оборвалась, как в Моровиде, да. Очень печально, но мы вынуждены сказать такое про Абу, поскольку мне кажется, что теперь какие-то дружелюбные отношения Японии с Россией, они, ну, очень, очень печальные в будущее. Аба был очень в этом плане прям максимально, максимально наш парень, наш слоняра, в общем, он был очень хорошо настроен к России. Ну, дай бог, еще что-то впереди у нас поменяется, надеюсь, не будет там какого-то конфликта, но будет еще одно красивое аниме про то, как мы все исправили. Спасибо большое. Спасибо большое. Японскую историю надо рассказывать бесконечно, поэтому надо это просто в какой-то момент времени прекратить. Дорогие наши подписчики и просто зрители, если вам хочется продолжения про Японию, каких-то конкретных японских тем, вообще Японию очень просили. Да, вот. Пишите нам в комментариях, от этого видео будет лучше залетать, еще больше людей услышат много интересных вещей про Японию, а мы пока что с вами прощаемся. Спасибо большое. Все доброе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова